Из малой механизации еще и погрузчик это Бобкэт. Он оборудован отвалом, щеткой, фронтальным погрузчиком, но у него еще и дорожная фрезатор. Кроме того, в любой момент на уборку дорог в городе готовы выйти 20 единиц тяжелой техники. В Звенигороде 79 муниципальных дорог общей протяженностью 47 километров. В зимний период очищать их от снега и наледи будут два предприятия – МБУЗРЭС и ИДЭИнжиниринг. Техники достаточно, есть резерв. Там закуплены еще оборудования. Это шмид немецкая установка. У нее идет уже тонкая… Которая разбрасывает. Разбрасывает она и реагент, и соль. И у нее расход уже идет совсем другой, не как на нашей установке. Таких установок в этом году мы закупили три штуки. Они устанавливают самосвалы. Работают на… У них есть два варианта работы. Это автономный двигатель свой и подключение к самосвалу. Прошлогодние ошибки учтены и больше не должны повториться. Звенигородские дорожники увеличили не только количество техники, но и рабочих. Введено круглосуточное дежурство. Задействовано у одного подрядчика на уборку 17 единиц техники плюс 10 единиц малой механизации. И у нашего МБУ 11 единиц техники и тоже порядка 10 малой механизации. Послушали жители, послушали те проблемы, которые были в прошлом году, в период обильного снегопада. И добавили единицы техники, добавили количество рабочих. Чтобы горы снега не росли во дворах, на встрече с жителями договорились, вывозить его будут чаще. Ближайший снегоприемочный пункт расположен в Ершово. Реагенты Звенигородские дорожники тоже уже закупили. Песко-соляная смесь и химриагенты закуплены. Они уже в наличии. Как минимум 40% уже здесь на складе. До 1 декабря это будет 100% объем химриагентов и песко-соляной смеси на весь зимний период. По данным Центра погоды ФОБОС, предстоящая зима будет аномально снежной из-за таяния полярных шапок, которая в 2021 году приостановилась. К такому прогнозу одинцовские коммунальщики готовы. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.